Так вот, ребятки, мне говорят, не празднуй свой день рождения, а я его буду праздновать. Знаете, почему я его буду праздновать? По одной простой причине я его буду праздновать. Пункт номер один. Даже невзирая на то, что мы рано или поздно куда-нибудь идем, я хочу показать, что еще один год мы прожили. Потому что в прошлом году, два чадловека моих однокашника, не одноклассника, а однокашника, на тот свет уж и ушли. Причем я с ними очень много чего интересного делал и кое-что употреблял, естественно. И поэтому я говорю всем сейчас вам, ребят, шашлык – это наш с вами праздник, потому что еще один год мы показали, что нам Господь Бог дал возможность пожить. Спасибо ему за это дело большое. И когда меня люди не приглашают на дни рождения, я задаю вопрос, а почему? Ну вот я не готов к чему-то. Я говорю, так вот я про что говорю. То есть рано или поздно мы должны же все-таки показать, после того, как у нас кое-что случилось, не самым нормальным образом, что мы живем. И как бы вам так сказать, да, благодаря тому, что я верю Господу Бога нашему, да, в прошлом декабре месяце 25-го числа, как раз на день рождения Иисуса Христа, он мне дал дивное лекарство, которое стоит реальные копейки. Ну, в смысле, кому-то дал лекарство, которое реально показало, что против рака мозга очень хорошо работает лапирамид. Красиво. Красиво, да, замечательно, просто. То есть в дополнение к этим лекарствам я еще и, во-первых, медиком работаю. Употребляю его, естественно. Что теперь касаемо дальнейших наших методов работы. К сожалению, вы меня видите, вы думаете, что я такой навороченный крутой. Господа мои, я обыкновенно такой же человек, как и вы. Тут ничего крутого нет абсолютно. Абсолютно такой же, как и вы. Разницы нет никакой. К слову о том, что в прошлом году бывшая моя решила меня уж конкретно подставить. То есть я сегодня такой же, как Родион Сагдеев, такой же, как много людей из нашей оперы, такой же, как брат мой. Два, нет, один вроде как бы, да, который тоже в ипотеке залетел. О, господа мои, я так же сижу в четкой ипотеке. Я думал, все это дело закончится, но не получилось. И поэтому в этом году ей будет некоторое преимущество. Мой сын уже выскочил. Естественно, то есть, господа мои, вы думали, отошел, не отошел. Будем, естественно, работать. Леха, прекрати это делать. Естественно. Сверху стреляет. Сын, их нельзя, надо пульки брать конкретные. Да-да-да, дорогой мой. То бишь, как настоящий нормальный человек, я, естественно, не стал продавать свою квартиру по одной простой причине. Я понятия не имею, сколько я проживу дальше. Ну, вы понимать должны, да? Все, что должно быть, вот на моего того человека. Я ему все это дело отдаю, естественно. Тут даже вопросов нет. И я не собираюсь его менять. Зачем мне менять то, что должно быть? Да никогда в жизни. Поэтому, естественно, хорошая, нормальная, однокомнатная квартира в Ленинском районе. Можете посмотреть, сколько она стоит. А, не попадет. Вот и все. Так что, господа мои, вы должны понять, что да. И на старуху бывает порнуха. В связи с тем, что это, естественно, в YouTube, в эфире этого не будет. Ну и слава тебе, Господи. Теперь другая тема. Ну, что в связи с тем, что как бы я стал малость другим человеком. И 10 июня я покажу, что произошло с тем, кто отказался от сладкого и пересел на велосипед. Вы не верите, я часто на велосипеде катаюсь. Это мне очень сильно нравится. Ну, кто смотрел раньше сюжеты, тот поймет. Кто не смотрел, для того объясню. Ну, это как минимум 20 килограмм слилось с меня. Ну, и вы должны понимать, что перед вами человек, мужчина, симпатичный такой, немножко убитанный, но красивый, с трехкомнатной квартирой, который чрезвычайно любит секс. Да. Вот такой человек. Так что, если есть большое желание, вы можете всегда со мной познакомиться, найти меня достаточно легко и просто. В крайнем случае есть интернет, в другом случае есть мои программы, и там в каждом моем финальном сюжете есть мой телефон. А для всех остальных, к сожалению, я посмотрел внимательно. 49 лет, ну, не сильно много людей ушло, современных. Так что будем стараться жить дальше. Благодаря и Господа Бога нашего за то, что Он дал мне такую возможность. И самое забавное, что на каждый мой день рождения я жду своих друзей. В этом году я пригласил их много. Немного приехали. Но даже те, кто приехали, это всегда моя любимая радость, потому что они приехали для меня. Все говорят, твой год и попрет. Как бы сказать. Мой год прет только тогда, когда я сам упираюсь. Причем упирание сложное. И оно закончится через год. Очень приятно, что понт у меня прекратила существование в году в 2008. Это про машины, про недвижимость. То есть 13 лет назад понты закончились из недвижимости и из машин. Чуть позже после операции кончились все вообще любые понты. И честно, даже зная о том, что видеоинженер в Штатах получает сумму 50 тысяч долларов ежемесячно, а оператор 70 тысяч долларов так же, что-то я сомневаюсь, чтобы мог бы себе позволить оное. К слову о том, что есть Господь Бог. Я просил, и Он все, все, все сделал. Не быстро, но сделал. И кто говорит, что Бога нет? Бог есть на 100%. Я молюсь Ему каждый день, и Он дает мне и знания, и навыки, и позволяет жить. Вот что для меня Бог наш всемогущий. Конечно, все не идеал. Идеал здесь не для верующих. Наша мысль о том, что жить здесь это реальная способность убедить тех, что мы здесь не большое время. Время без времени, а это и есть рай. Стремление жить для человечества, уча словами Господа Бога, лично для меня. Это цель. А дальше будет суд, и только Он затем решит мою судьбу. К слову, судьба в России, если честно, то крещение я принял в СССР. Своей силой со своим другом мы окрестились, и никто не знал, что нормальную страну развернут наоборот. Но развернули. И даже на дне рождения я видел нищание. А это плохо. Мне это не нравится. Везде нет кризисов. Только в России он присутствует. Малость это надоедает. И не малость надоедает. Потому что в России будущего нет. А вот это плохо. Реально плохо. Пока вы не выблюете ни свои деньги, нормальной перспективы здесь не будет. Конечно, государству огромно по территории и мизерно по населению. Может, тогда вспомнить Штаты? Там человек ехал за деньгами, а не скулил о недостатке он их. Может, это единственное правило жизни? Как вы считаете?